Приветствую вас всех кто меня смотрит с вами Николай Партийный это игра Warframe одна из многих онлайн игр да действительно очень такая хорошая игра и я продолжу одеть очередные видеоролики на эту замечательную игру значит да ну что речь пойдет сегодня о недавнем ивенте да это о двух фракциях да естественно воюющий за корпус и за агренир как всегда развязана одна из многих воинов среди тена ну что сегодня будет хорошая и плохая новость да то есть новости будут у нас и естественно пойдет первая новость о плохом да значит тут есть у нас в профиле да и статистики мы можем посмотреть да вообще все задания и таблица лидеров кто вообще ну вышел в эту таблицу лидеров да и посмотрим какие вообще кланы большинство за кого играли за какую сторону за корпус или за гренир ну начнем сразу с корпуса да потому что вот самые большие кланы это лунные кланы которые есть вообще в игре в варфрейме тут тут тоже есть один из многие кланы один клан есть тут мой это вот тут унифрама значит он на втором месте видите по очкам здесь они сражались за сторону корпуса печальная новость то что я покинул этот клан потому что они сделали такой бы жесткий ультиматум то есть всем буквально навязывали играть именно за сторону корпуса иначе да они говорили что могут исключить из клана ну многие не воспринимали все это всерьез вот мой один из друзей да который тоже состоял в этом клане унифрама набил более 25 миссий на стороне гренир за фракцию именно гренир играл и его естественно исключили просто вот я естественно тоже чтобы не портить статистику клана да самовольно взял и вышел потому что тут как играешь если один из клана играют за гренир то второму да предположим герою то есть тена играющий за корпус уже очки будут ну ну ливаться то есть обнуляться то есть да общее предположим стол набил очков клан да 100 миссий сделали а вы играете за за гренир да естественно уже минус 50 очков улетает то есть клана автоматически вот и естественно я покинул одна из таких печальных новостей да значит ну вот смотрим статистику тут самое большее кто набил за корпуса 42 тысячи да на втором месте это 47 тысяч очков и 9 тысяч на третьем месте так ну что теперь думаю взглянем на фракцию корпуса да сколько кланы лунные набили на именно на корпусе значит смотрим на первом месте 56 тысяч да очков блин на втором 30 и на третьем аж 29 на четвертом 21 и на пятом 29 19 да вот значит то есть видите большинство кланов да играло на стороне гренир просто множество кланов вот лунные да которые видите больше набило даже чем другие кланы ну посмотреть тут на другие кланы можно еще я до этого да тоже предсказывал то есть то что выиграть именно эмм гренир фракция да и нужно было вступать то есть вот ну многие конечно там все равно продолжали играть за корпус вот ну вот задание да вот победила фракция корпуса что и требовалось доказать как я и говорил да то есть как оно и будет так и случилось да то есть выиграть именно гренир да вот победила фракции и естественно а кто именно да сражался за эту фракцию получил своего рода какие то предметы да получали по прохождению вместе там различные кредиты какие то чертежи шлемы там тоже различные там реакторы и катализаторы ну по прохождению различные сторон естественно вот мы получили своего рода да такие уже плюшки я выполню 99 миссий я думал что я разочаруюсь мне не дают ничего оружия да никакого но увы мне как бы все дали да отлично значит ну что вот переходим нашим арсеналом значит дали но но уже готовое оружие да то есть вот брак и мачете кто естественно да уже играл за сторону корпуса то они естественно получили только чертежи но никак не готовое оружие вот естественно они имбецилы тупые да которые блять не гуглит и не гайдят да то есть не смотрят нигде гайды сами по себе да думают что они грамотны оказываются на самом дне на как днище и получают только как бы гроши ну как я и говорю да то есть нужно сразу было выбирать сторону да и играть за нее в виде даже сделал 99 а и получил уже как бы оружие все значит ну что давайте рассмотрим первая наху пушка то брак значит ну посмотрим статистику вот урон 150 точность 1 и 7 скорострельность 5 и 0 2 и 5 значит множитель да то есть и 15 процентов критической атак обойма 5 скорость перезарядка 1 и 0 по автоматический механизм да механизм стрельбы конкуав значит с виду пистолет выглядит очень красиво да так вот сами видите стараюсь со всех сторон его показать значит барабанный механизм как он на левольвере да грубо говоря естественно и стреляется он именно дробью он чем то похож на хэк только намного как бы круче ну давайте сравним предположим с с хэком да тем же у меня он имеется в арсенале так вот значит ставим тут просто да пустую схему и смотрим хэк урон 140 точность 9 и 1 скорострельность 2 и 2 1 и 2 и крит урон 2 и 5 процентов очень маленький видите да процент критической атаки обойма 4 скорость перезарядки 2 и 2 механизм тоже такой же конклав видите предложим сравнивать эти по урону да конечно больше во первых во вторых обойма тоже больше шанс критической атаки тоже намного больше аж на 15 процентов видите здесь а на этом всего 2 и 5 согласитесь большой процент да критической атаки вот ну хромает немного по параметрам это по перезарядке скорости там да то есть по точности немного но согласитесь это пистолет да как бы а не какое-нибудь второстепенное оружие как бы считается этот большой плюс то есть надо учитывать то что тут немного перезарядка хромает да или точность это оружие в основном для ближнего боя считается и очень неплохое значит ну что улучшение я поставил тут да вот у меня карты уже стоят вот значит у меня стоит такой вот мутатор пистолет значит вот неплохо карта допустим нового обновления добавили такие там если вы конечно проходили ивент очередной урон 100 и плюс огнем 4 еще да есть карты свободно можете поставить так ну я думаю установлю да патроны так вот значит тут также есть значит так окей также есть видите две полярности на этом пистолете вот ну и сразу уже установлена видите форма то есть катализатор форма видите можно установить также да уже две поляризации есть готовые естественно уже стоит вот видите улучшение то есть все готово вот остальные как бы да те кто играли за корпус получили только чертеж вот так вот немного но как бы сказать облапошились ну потому что далеким всегда до них всегда доходит далеко и долго вот также естественно выбили такую классную оружие как мачете вот да выглядит она просто эпично красиво раскраска такая линиями значит что касается естественно урона вот так что приглашают как всегда 45 урона атака да усиленная атака 125 вот ну тут атака в прыжке атака со спины это мелочи точность атаки 100 скорострельность 1.0 критическая атака 1.5 множитель и пять процентов критическая атака ну в принципе вот так да анимация мне очень понравилась этого оружия да очень классная анимация своего рода вот также естественно атака сам по себе да очень неплохая хотя не очень любитель такого оружия да то есть одноручного мне нравится более такого тяжелого оружия типа молотки топоры секиры все в том духе ну давайте сравним предположим вот с тем же грэмом да мечом грэм очень неплохой меч да так вот значит ставим пустую схему да вот ничего нет абсолютно значит атака 40 усилена атака 200 тут атака в повороте в прыжке со спины точность 100 скорость атаки 1.3 и 1.5 множитель и пять процентов критическая атака вот конечно мне меч грэм очень нравится за счет того что у него очень широкие такие атаки да то есть по радиусу и естественно по урону тоже неплохо но если мы сравниваем предположим с той же мачета то она как бы намного лучше вот да то есть хотя у нее вот скорости да тоже намного больше чем у того же грэма вот 1.6 вот ну тут да видите у меня просто стоит да видите уже карты вот схему пустую составим вот видите атака 1 ну немного да конечно чуть поменьше но все таки вот значит вот так же мы улучшаем сюда ставим улучшение вот поставили значит ну что в принципе вот это хорошая такая новость не за то что за ивент я получил шмотки очень неплохие я бы сказал даже так очень крутые шмотки конечно все будет показано да геймплей на это оружие значит ну что снарядим значит горгону да сейчас пойдет тоже такая плохая я бы сказал бы новость да то есть мы зайдем сейчас в магазин да я расскажу вам кое-что ну тут вот новое оружие сейчас добавили на данный момент это вот такой вот вектис вектис да значит типа снаберской винтовки выглядит очень классно но единственное что нельзя чертеж покупать в магазине нужно ее добыть урон 175 скорострельность 1.5 точность 13.3 обойма 1 значит да но обратно же не знаю буду создавать это оружие или нет чтобы да там как то показать гайд или что-нибудь еще сразу говорю обещать ничего не буду посмотрим поживем увидим говорится также баллистика очень офигенная да вот кстати типа пистолета да ну арбалет я бы сказал вот так вот урон 10 скорострельность 3.3 обойма 4.0 вот да так точно за 4.0 обойма 16 немного обсказался да вот конечно криты очень большие да критическая атака это баллистика тоже неплохое оружие значит так ну что расскажу расскажу вам еще да то есть вывели некоторое оружие да из магазина это в основном горгона это мачета да которая обычно была то есть теперь больше мачеты нету а и так же клинок эфирный да вот еще пока есть да вот вот такой вот но уже как бы вывели его да то есть его уже как бы нету скоро не будет тоже вот он еще есть да но потом выведут его в скором времени тоже значит вывели несколько оружия да в основном это гренирская была вот это конечно такой минус значит но скажу вам хорошую новость да то есть надо сильно расстраиваться то что уже оружие больше не будет только купить его можно будет сразу в арсенале да с другими пушками за платину за донат короче за чистой воды донат вот там только в комплекте можно будет взять с другим оружием но это очень дорого просто по сумме даже донатить но обещают да как бы нам разработчики обновления то есть после обновления до которого будет разрешен обмен не могу вам точно да уточнять потому что чтобы не деинформировать чтобы как бы не врать какой там точно будет обмен обмен будет либо точно или одними картами либо это будет только чертежами обмен либо обмен там тоже какими-то там готовыми оружиями то есть я могу не могу вам сказать но обмен обещают то что они как бы ведут его и тогда уже можно будет спокойно обмениваться вот значит у меня тоже очень много да различных вещей тут у меня вот тоже есть еще чертежи горгона их у меня несколько там более четырех значит да конечно буду обменивать да сделать обмен своего рода раньше давали то есть как даже при входе да эти чертежи а либо можно было купить в магазине то сейчас уже все нету их значит тут ничего личного да то есть это бизнес я буду конечно своего рода цену подымать да на это очень ценность оружие потому что его как бы уже больше нету а из пулеметов в магазине не особо много вот конечно своим подписчикам будет своего рода такая договоренная скидка определенная либо там предмет это может быть какие-то карты редкие какие-то катализаторы там я не знаю что нибудь еще типа форм там ну либо какие-то там те же да скиллы там да например вот у меня есть очень много шлемов да на различных варфреймов вон сами видите немало ну на большинство на многих варфреймов да есть эти шлема то есть это очень хорошо так ну что могу сказать еще да то есть не знаю обратно же будет обмен именно ресурсами или нет то есть если будут ресурсами это будет очень прогрессивно да то есть в обмене но скорее всего не будут потому что они хотят чтобы народ в основном донатил то есть чтобы за донат все выбрали там да а не так что у вас есть там правим чертеж зачем вам там бегать выбивать куда если можно тупо обменять там или предположим какую-нибудь винтовку да чертежную которую вы выбили да там и можете махнуть а не так что там как бы вот сделали в магазине да например эту винтовку а заплатен за донат так как бы ее только можно получить да где нибудь а если сделать обмен то конечно будет все проще вы там дали да там пару катализаторов там да или не знаю что нибудь форму там отдали и обменяли этот же чертеж то есть вам не надо ее за донат покупать или там бегать это стараться выбивать или так же предположим как со сталкерским оружием сейчас очень редко она начал вообще со сталкера выпадать просто практически невозможно выбить да вот это вот оружие да предположим хотя вот у меня уже все есть оружие да сталкерское и даже еще вот парочку есть этих страхов предположим у некоторых до сих пор не могут выбить или кто сейчас вот поступил так бы он поступил имеется ввиду начал играть да то есть у них первый второй ранг они естественно вряд ли смогут сразу предположим выбить этот сталкерский лук или что нибудь кунаги нибудь там или косу сталкерскую для них это очень проблемно а вот если обмен был бы да то есть им было бы проще атака им только можно единственное что донатить или надеяться что к ним придет сталкер и из них с этого сталкера выпадет какие то предметы а это конечно очень маленький процент дропа ну что я думаю я рассказал достаточно думаю много да вот значит перейдем к арсеналу значит да улучшить поставим все улучшения которые тут есть сразу да показать всю мощь этого оружия так значит ну что у нас тут стоит шея да и локи также естественно нам дали а вот такой вот значок то есть то что участвовали за фракцию гренир вот такой значок внешний вид вот да тут вот такой вот значок выглядит эмблема проще и эмблема страх ну в принципе там еще один был ивент типа на выживание но он мне вообще не нравился это выживание там не особо такое прям нужно значок он у многих есть а вот например пустынный страх не у всех есть вот то есть показывает то что я сражался за именно за корпус фракцию ну вот значит ну что я думаю выберем мы какую нибудь планету дала здесь такую среднюю сложности как видите локи у меня не очень прокачены вот играть сейчас я нажал а то потому что я когда играл и попадались короче у кого пинг очень большой нахуй и лагал в принципе у всех а потому что он создавал этот лобби да нахуй и и если у него лагает то лагать будет практически у всех там ну как всегда предметы в воздухе там зависают и все в этом духе зла сейчас мы ждем загрузку дам так вот ну что то что она кто-то еще коннектится форекс поиск а хр в сфере у меня даже сейчас нормально все вот смотри на мачете выглядит неплохо опа классно тоже с мачете уже бегают ахахаха так и вылетим тоже увидим многие играли за именно за гренир потому что там корпус захватить и поработить хотим они не понимают что в игре всегда будет свой рода такой баланс как бы вам объяснить мы раньше помогали корпусу ивент был именно за корпус сражаться теперь ивент нужно было сражаться именно за гренир то есть не знаю так что там а кто-то кто-то вот с винтовкой с такой вот видите офигенно перезаряжает вот вот это винтовка уже много ну вот у меня немного щитов и немного жизни вот вот сейчас прилетит сука ставки вот 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 кто на кого ставку фокусер вот его завалить падать а а а а а а где он-то а 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 покажу как стрелять очень горбон мощный весь ролик гадит вот видит вот вот даже да троих даже есть да этот пистолет нет внутриники там даже есть так так а то еще три нити, я не знаю, что популярные тоже давите, почти у троих из четверых есть этот пистолет, да, то есть играли именно за линии за праздную линию играли нажигали вoks достичь раз играли напишег да двое двое по уровня взб dopp высота Among пистолет тут он даже не до конца но он хоть шотный сразу не готовный контрольный вот пушка просто офигенно дробовик да стреляет мультивыстрел поставить это вообще просто я раньше пистолеты использую вот с этой пушкой уже переосмыслен где-то платы как бы она зачищена горгона надо перезарядить то есть раньше мне пациента патронов было мало не хватало теперь смотрите вот видите да это на винтовку патронов опачки да и патроны прибавились вот патроны на дробовик вот видите да офигенчик я все патроны подбираю да и мне добавляются теперь тогда направляю на вход куда от паски пойти я все когда непонятно не берусь на залог игре ну так вот в инвизе с пулемета бегаешь заходишь и терминатор терминатор в инвизе хотя ведь у меня очень мало жизни там еще то вообще 200 но с таким агрегатом с инвизом просто в невидимости бегать это просто шикарно а раньше я горбону не очень люблю потому что не хватало патронов вот это дверка то что подбирают мутатора в виде патронов на винтов и я добавляю лишних патронов их всегда много тем самым прибавляю и тут этот мутатор не прокачан даже нормально до конца мало дает в принципе опа в инвиз а ну как вам пулемет а горгона неплохо вот 100 патронов но скорость вообще бешеная и 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 мир ну на не знаю, мы спать, ты что, а шпина ну, ну, понимаем, офигенно ооо, блин так ну, я не знаю, я не знаю Бегаем, блин, я не знаю, там смерть, смерть невидимости они с этого, с пулемета побежали даже в говеном оке, да, видите а, блин, с малым горячестным щитом, блин, да без ульты, там, блядить без какой-то там супер брони, там, ну, с аргеной да, блин когда большой урон, можно побегать неплохо вот 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 да, даже, видите, с невидимостью на говеном оке, да, ведь и щитов очень мало, и брони неплохо можно затащить, если у вас хорошее оружие то есть, например, этот булемет так, вот, неплохо получили, да, несколько карт так, ну, все, вот, в принципе, да, смотрите, сколько я убил 58, да, неплохо, я думаю, так, убил больше всех вот, хотя, персонаж логи, я считаю, он самый такой мало то, что ватный, но еще у него, не ульты особо нету каких-то скилов, чтобы там наносить довольно-таки много урона но, с хорошим вооружением, да, вот, предположим, которое я предлагаю, даже вот просто такой, да, логи становятся просто чудовищно мощным, блять, и вооруженным до зубов персонажем таким то есть вот так-то, блять на этом я заканчиваю, да, с вами был Николай Партийный подписываемся на канал всем своим подписчикам респект, уважуха я вижу, что вы меня приглашаете, если что, да, там извиняюсь, что я не могу принять не всегда получается, либо по времени, либо по данным обстоятельствам и всем удачи